За руку не поймали, а значит найти нарушителя будет непросто. Сегодня утром наша съемочная группа обнаружила несанкционированную свалку на обочине улицы Технической в районе Кипмастера. На место вместе с журналистами выехали и специалисты Минэкологии. Подобное даже по меркам сотрудников в управлении Минэкологии, которое уж точно повидали, многое считается сверх наглостью. Ведь некто не удосужился даже свернуть с дороги, найти какое-то укромное место и свалил кучу мусора прямо на обочине дороги. Строительные отходы, целый грузовик, а то и два, тут вывалили ночью. Ведь накануне ничего такого тут не было. В первую очередь инспектор старается отыскать какую-нибудь зацепку, которая может вывести на подозреваемых, организацию или частное лицо. Но далеко не всегда имеются такие улики. И тогда инспектор составляет протокол и вносит представление администрации района, на территории которого свалку обнаружили. На наше усмотрение мы указываем, в какой срок они должны устранить. Но я думаю, на данной автодороге мы укажем, что суток 5-3, чтобы этот мусор ликвидировали, увезли. Сегодняшний адресат – глава администрации центрального района. А за свалку никого не накажут, если только не найдется свидетель, который поможет найти нарушителя, которого в таком случае ждет серьезный штраф. Обычно гражданин штраф предусмотрен 1000 рублей. Если это организация, где будет виноват, скажем, должностной человек, который был ответственен за этот вывозку мусора, на его предусмотрено от 10 до 20 тысяч штрафа. А если уже на юрное лицо, то там от 100 до 200 тысяч. Кстати, гражданская активность поощряется. За сведения о нарушении, а тем более за видео или фото доказательства, обещают денежное вознаграждение. Егор Орлов, Радик Ганеев, РНТВ, Набережные Челны.